В концертно-театральном комплексе Дирижабль студенты Самарского института культуры готовятся ко дню знаний. Музыканты переосмысливают классику, вносят современное звучание. Помощник президента Владимир Мединский осмотрел молодежный центр в сопровождении главы города Елены Лапушкиной, председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Сегодня Дирижабль – удобная площадка для творчества молодежи с концертным залом-трансформером, хореографическими и выставочными площадками. Центр открыли два года назад в реконструированном доме купца Мясникова при поддержке Министерства культуры России. На восстановление здания 19 века памятника архитектуры федерального значения потратили более 400 миллионов рублей. А теперь это замечательная площадка Самарского института культуры, площадка, которая наполнена жизнью, где есть все, что нужно молодежи для творчества, созданы любые возможности. Очень много замыслов и интересных проектов сегодня рождается в стенах Института культуры, в стенах Дирижабля. Мы с Владимиром Славовичем, с Владимиром Славовичем сегодня посмотрели, как идет репетиция, подготовка к тем концертам, которые будут происходить. На нас очень сильное впечатление произвело, конечно же, современное прочтение Шостаковича. Еще один объект, который смотрели гости – музей Ильдара Рязанова, знаменитого советского и российского режиссера «Уроженца Самары». Это здание тоже памятник архитектуры, но регионального значения – дом штабс-капитана Залесова, построенный на рубеже 19-20 веков. Музей открыли два года назад. Общий объем затрат – более 37,5 миллионов рублей. На первом этаже оборудована мемориально-историческая зона, представляющая две основные темы – пребывание Ильдара Рязанова в Самаре, его детство, а также история Куйбышева как запасной столицы, которая осталась в воспоминаниях кинорежиссера и других известных людей. «Однозначно один из самых любимых музеев для жителей не только нашего региона, но и тех туристов, которые сюда приезжают. Ведь всего за два года его посетило более 60 тысяч человек. В таком маленьком пространстве такое колоссальное количество людей. Потому что, конечно, все любят фильмы Ильдара Рязанова, все, конечно, гордятся тем, что это наш земляк, что он родился здесь, хоть он и нечасто, может быть, бывал в Самаре». Концепция музея предполагает реализацию еще двух этапов, в частности, создание тематического кинозала, где будут демонстрироваться фильмы всеми любимого режиссера. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.